Друзья, всем добрый день, с вами Шарик. Новое опорство утечек, новостей, слухов на русском языке. Обновляем конкурс на копию игры Eldivers 2 или пополнение Steam аккаунта на 3000 рублей. Для участия в конкурсе есть условия. До конца недели собрать 1100 подписчиков на канале, 500 лайков под этим видео. Можете звать друзей для ускорения. Для участия вы должны быть подписаны на канал, подписки должны быть открыты, поставить лайк под видео и написать комментарий от четырех слов. Считается один комментарий. Если условия будут соблюдены, итоги подведу 1 или 2 апреля на стриме с помощью рандомайзера. Всем удачи! Начинаем! Так, министерство слухов и утечек нам приоткрыло немного тайн. Появились новые виды скинов и оружия. Первое, это пистолет-кинжал. Теперь у него есть рога, замотанная проволокой. Второе, скорее всего крупнокалиберная винтовка с сошками, которая украшена брелком с рожками. Третье, термитная граната с шипами. Вообще она мне напоминает гранату с таймером из фильма «Пятый элемент». Вот такую. Четвертое, это броня, которую я показывал. Броня хищника, но названий вроде нет еще. Пятое, граната похоже будет взрываться как плазменная, но возможно и новый вариант осколочно-фугасный. Шестое, пистолет по всей своей форме напоминает ПЛАС-1 поджигатель и скорее всего будет иметь такой же взрывной эффект. Седьмое, это странный пистолет с очень большим стволом, точнее пока нет инфы. Восьмое, странный автомат очень напоминает автоматы из фильма, но скорее всего это основа модели для кастомизации. Девятое, прицелы для кастомизации. Десятое, то ли это новый скин для брони, то ли это будет форма для персонала или стратагема вызова десанта, о котором я говорил в прошлом видео. А дальше немного дичи. Одиннадцатое, сумка. Просто сумка. Наверное из-за нее у нас такой маленький кап на кредиты. Двенадцатое, станция исцеления. Скорее всего это АД-289 Ангел, но похоже на исцеление то ли из Квейка, то ли из Unreal Tournament. Тринадцатое, тут конечно вопрос, но похоже на 50 калибр. Стационарное размещение будет скорее всего вызываться как стратагем. А что дальше? 105 калибр с орла или тому подобное? Четырнадцатое, честно даже предположить сложно. Возможно от улюминатов. Часть людей говорят, что это часть варбонда на апрель. Но профессиональная комьюнити говорит, как и я говорил, что варбонд будет именно в той компоновке, о которой я рассказывал. Также могу сказать, что часть оружия, которую я тестировал, изменяется по урону и пока в лучшую сторону. Так, например, Квазар теперь убивает чарджера выстрелом в голову. Есть информация, что в кодах игры все же получили данные о том, что будут очки улучшения. Но вот чего улучшать, пока не ясно. А также есть предположения от комьюнити, как будут развиваться события. Первое. Скорее всего нам сообщают, что эффективность TCS в составе 99,6%. И что галактика ликует. Почти уничтожаем жучную угрозу, продвигаемся в последний сектор. Второе. Затем нам говорят, что на самом деле в Меридии 0,4% неуничтоженных насекомых мутировали, образуя суперколонию, которая плодится в 20 раз быстрее. Третье. Нам говорят, что мы должны использовать новую систему темной жидкости, которую мы украли у иллюминатов, чтобы уничтожить суперколонию. Вероятно, нам придется собрать материал для изучения и тестирования правительственными учеными. Четвертое. Испытание темной жидкости на Марадаши привело к гибели 12 ученых. Пятое. В результате аварии на Марадаши образовалась мини-черная дыра. Шестое. Иллюминаты начинают проявляться через черную дыру. Наблюдения отрицаются, как панические слухи. Седьмое. Иллюминаты начинают появляться в случайных местах по всей галактике. Восьмое. Правительство признает их возвращение, и новая фракция начинает присутствовать на карте. Комьюнити предполагают, что первое и второе произойдет до конца марта. Третье, четвертое и пятое к концу апреля. Шестое к началу мая. А затем седьмое и восьмое к средине мая. Но это только предположения и слухи. Все скорее будет по-другому, как решат разработчики. Также хочу от себя добавить, что часть утечек разработчики начали удалять со всех сетей, пока у них есть такая возможность. Дорогой друг, спасибо, что подписался на канал, ставишь лайки и пишешь комментарии. Мне очень приятна твоя активность. Надеюсь, мои видео тебя интересуют. Всем желаю удачи в конкурсе. Играйте в хорошие игры. Играйте в кайф. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok